Приветствую вас, и немножечко сложно давать рекомендацию на вопрос, что делать в вашем случае. Потому что непонятно, на что вы готовы. Что вы готовы сделать. Вот вы пишите, что ваш молодой человек недавно пришел с армии, недавно, 3 месяца назад. Вы знаете, это абсолютно все лето, вот если говорить про сегодняшний день. В начале лета он пришел с армии, и вот сейчас уже конец лета. И за все лето, получается, он не нашел работу, а только пьет. Да, может быть, у него есть какие-то проблемы. Да, может быть, есть какие-то неразрешимые конфликты. Но вы говорите о том, что он не хочет прекращать употреблять алкоголь. То есть, его ситуация, которая сложилась, целиком и полностью устраивает. И отчасти в этом повинны, или если угодно, за это несут ответственность его родителям. Которые по понятным причинам снабжают его деньгами. Ну, родители, конечно, это вообще разговор отдельный. Молодой человек, который не прислушивается к вам, и не будет прислушиваться, пока ему удобна эта вся ситуация, в которой он находится, это вообще говоря тоже разговор отдельный. Потому что, ну, понятно, надеюсь, что взрослого человека вам не переделать, а как-то пытаться спорить с ним, что-то доказывать, тоже, знаете, особого смысла нет. Потому что он явно знает, что хочет, он явно идет к этому и явно не собирается что-либо менять, по крайней мере, в ближайшем будущем до тех пор, пока адекватно получает все то, что ему нужно. А нужно ему, по сути дела, видимо, постоянно употреблять алгоритм. И в этой ситуации вам для начала, вне зависимости от того, что мужчины движут, нет, вам нужно перестать его содержать. То есть, выскажите прямое обращение относительно того, что ваш молодой человек спивается, если вы этого видеть не хотите, потому что вы его любите, потому что он вам дорог и потому что, ну, это не самое приятное зрелище наблюдать, когда твой любимый человек, откровенно говоря, успевается просто. Это аргумент, достаточно хороший, это аргумент, как бы, железобетонный, непробиваемый. И это одновременно даст вам возможность, конечно, если вы готовы к этому, я недаром задал вам этот вопрос по поводу того, готовы ли вы к этому. Значит, это даст вам возможность без потерь для себя. Немножечко от него отойти, немножечко от него отстраниться. С другой стороны, вы покажете молодому человеку, что вот то, как все происходит на данный момент, то, как ситуация складывается на данный момент, вам не нравится. И терпеть это вы не собираетесь. И вот тут будет важна реакция мужчины на то, что вы сказали. Потому что, если он просто-напросто увлекся, такое пусть и маловероятно, но все же возможно, что он увлекся, и просто не может остановиться, то это его немножечко отрезвит, конечно же. Он подумает, что он делает, что вы уже готовы от него отдалиться. Но если ситуация складывается так, что он без алкоголя уже не может, а такое, к сожалению, тоже может быть, то он, скорее всего, осветит вам агрессией. И в этом случае это будет означать, что, по сути, по сути, молодой человек уже вступил на путь алкоголизма, и вам здесь мало что можно сделать, только разве что от него отдалиться, и, как бы, посоветовать родителям обратить внимание на то, что их ребенок, их сын злоупотребляет алкоголь. Если молодой человек проявит себя сознательно, то есть, имеется в виду, что проявит нежелание вас терять, то тогда можно будет разбирать проблемы его, что заставляет его пить, что заставляет его завидной регулярностью употреблять его алкоголь. Может быть, его что-то беспокоит, может быть, что-то еще. Это не будет ясно, если молодой человек не будет, соответственно, готов к тому, чтобы свои проблемы разобрать. для этого нужно его желание. А если этого желания нет, то он вам, скорее всего, ничего не скажет. Даже если что-то там есть. есть. И в этом случае, если он вам ничего не скажет, в случае, если он не захочет останавливаться, вам нужно дистанцироваться от него, потому что есть большой риск того, что вы попадете в зависимость от этого человека, и будете страдать сам. Уже. Если честно, то, на мой взгляд, некие такие признаки зависимости уже есть. Как бы, вы, находя случайно пустые бутылки, не предъявляете ему, что он пьет вообще втихаря. вывозите его за свой счет в отпуск, то есть, исключительно на свои деньги. Он при этом ничего не делает, и вы только лишь говорите ему, что так нельзя, нельзя так много пить. Тут уже, по моему мнению, не говорить надо, тут уже надо как бы вопрос ставить достаточно остро, что мужчина просто все деньги пропивает и работать не намерен. Ну и вот то, что вы называете три месяца недавно, то есть, вы как бы оправдываете его, это тоже, ну, навевает мысль о том, что вы уже от него зависимы. Сейчас. пока еще, думаю, зависимость небольшая, но отношения с мужчиной, который злоупотребляет алкоголем, так или наче, приведут к ней к зависимости, и, значит, приведут к негативным последствиям для вас. так что, вам решать, что делать, вам нужно провести оценку того, что вы готовы сделать, и, исходя из этой оценки, действовать в соответствии с тем, что для вас приемлемо. поскольку вы задаете вопрос, нам на самом вы что делать не знаете, рекомендации вам я дал. Предположим, что часть из этих рекомендаций вы может быть считаете для себя неприемлемыми, это ваше право, я не оспариваю его, но меня заботит то, как развиваются ваши отношения, и в частности, как вы себя видите в этих отношениях. Вот в этом я и хотел вам помочь. На этом все, надеюсь, что помог вам. Хоть немножко, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!